приветствую вас на нашем канале академии достоевского в нас сегодня очередная передача связанная как с теорией так и с практическими сторонами деятельности рхг нас гостях культуролог и философ петербургский доктор философских наук профессор заведующий кафедрой санкт-петербургского государственного университета и руководителя российского культурологического общества илья игоревич докучаев тематика нашей встречи культурологические программы которые анонсируются в этом году на это на следующий учебный год русской христианской гуманитарной академии и кому как или игоря еще не представлять эти программы этой программы и бакалаврского уровня о которых мы сейчас поговорим которым мы сейчас поговорим и уровня магистратуры который будет отдельно канами освещу вот в качестве прям было хочу сказать что периодически вархага осуществлялся набор на эти позиции но вот в этом году несколько иная ситуация мы содержательно обновили программы и вот слово предоставляется или игоревич в чем ну как будто это вот соль да в чем спицы в чем смак вот что такого особенного мы нашим будущим бакалавром предлагаем я игоревич но я хотел бы обратить внимание на несколько моментов первое это то что мы собрали совершенно уникальный коллектив для реализации этой программы я имею ввиду научно-педагогических работников которые примут участие в нашей работе русская христианская гуманитарная академия это уникальная площадка в том смысле что мы не зависим от постоянных сотрудников и можем привлекать действительно лучших специалистов для реализации тех задач и целей которые мы ставим перед собой и я вот будучи руководителем российского культурологического общества буквально вот с каждым наиболее интересным профессионалом в соответствующей сфере связывался для того чтобы договориться о том чтобы он принял участие в нашей работе это первое второе мы нашу программу аккредитовали и получили значит самые высокие баллы в рамках национального аккредитационного центра который проводил профессионально общественную аккредитацию у нас и если мы посмотрим на национальный агрегированный рейтинг и на предметный рейтинг по культурологии то увидите что в петербурге эта программа номер один в рейтинге поэтому ни один вот вуз города здесь нам не конкурент по этому параметру не институт культуры и герцогский университет в этом рейтинге вообще не представлены это второй момент третий момент как и любая культурологическая программа программа этого бакалавриата предполагает фундаментальное гуманитарное знание то есть знание в области истории литературы истории религии истории российского государства и права истории художественной культуры то есть всего того что мы называем культурой и что дает очень конкретные фактически и вместе с тем самые широкие разнообразные представления о том как развивалась русская и зарубежная культура вот начала собственно всех этих процессов до на сегодняшнего дня и четвертое на что я хотел бы обратить внимание это на то что мы наш бакалавриат постарались сделать максимально практика ориентированным то есть он называется креативной индустрии сфере культуры и культурные проекты и он учит наших выпускников участвовать в самой разной работе в рамках скажем муниципальных и государственных учреждений которые занимаются проведением года семьи или года науки или каких-нибудь торжественных мероприятий посвященных юбилею выдающихся деятелей отечественной культуры вот это все то что мы называем культурными проектами а что касается культурных индустрий то это общая специализация в сфере управления культурой культурной политики много всяких разных навыков связанных с экономическим содержанием этих проектов вот все это заложено в нашу программу в результате выпускник может работать как в отделах культуры наших государственных муниципальных органов власти так в газетах музеях и безусловно заниматься научно-исследовательской деятельностью заниматься просветительской работой экспертный то есть это мне кажется вот программа 21 века которая не зацикливается дано на какой-то одной области знаний а предоставляет возможность самого широкого применения полученных навыков дает возможность потом в рамках каких-то доп дополнительных образовательных программ что-то может быть доработать в той или иной сфере в которой будет предполагаться значит занятость профессионализация этого или выпускника так что я думаю мы готовы предложить русскую лучшую культурологическую программу в санкт-петербурге в рамках русской христианской гуманитарной академии спасибо илья игоревич я со своей стороны тоже хотел бы добавить и поправить мы конечно зависим от штатных преподавателей в частности я планирую читать там определенные курсы и ну вот и я на сергеевна например так что ну нельзя так вот но вот вот этот подвижный резерв из лучших преподавателей университета герсонского университета московских вузов это конечно большое наше преимущество но она в принципе всегда было просто вот мы сейчас по программе в силу вот ваших связей огромных в этой сфере но она еще больше что называется заиграет во вторых я вот тоже хотел согласиться с тем что такие фундаментальные знания будут даны не только практика ориентированность но дело в том что это в принципе характерно было для рхга на протяжении всей ее истории то есть сама программа рхга вот для психологов для религиоведов она культурологически выстроена центрирован так что вы как говорится попадаете что называется в точку то есть мало того что это вуз культурологически ориентированный аналог наверное рггу московский то у них тоже примерно такая модель но вот вы не не спорта говорили слово русский тут является центральным если рггу это скорее такое космополитическая ориентация программы на все на все хорошее против всего плохого то конечно нашей вот русской традиции будет уделено самое значительное внимание и русской литературе она культурологично в определенном смысле особенно такой автор как достоевский до 1 дневник писателя чувствует ну и русская философия которая тоже уделяется много внимания не только в рамках специальных курсов но и вообще потому что можно спорить о достижениях русской философии там в области гносеологии например но то что в области философии культуры это конечно выдающиеся личности и бердяев и лосев да и и федотов и то есть получается такая очень почва в смысле почвенчат достоевского почва очень благодатная для того чтобы вырастить вот этот плод будущих культурологов ну и наверное есть возможность потом точно есть продолжить обучение в магистратурах в том числе и на бюджетной основе не только по культурологии по философии и теологии и так далее и тому подобное слово теология тоже здесь к месту потому что вот сейчас такая новая тенденция связи с известными геополитическими обстоятельствами идешь изучать и в школах и в университетах новых когда так было то есть вы получите фундаментальные знания и в области религиозной вот истории человечества потому что как мы сейчас понимаем что на самом деле вне религиозных культур просто нет если нет традиционных религий то значит квази религиозные какие-то структуры вроде там коммунизма там занимают вместо вот традиционной религиозности скажите я игоревич а вот если сравнивать со страной может быть какие-то такие лидерские позиции кого-то еще назовете вот кто вот так вот хорошо готовит культурологов мы будем заимствовать опыт лучших программ да в силу того что у нас постоянно идет какая-то вот ну как это принято говорить тусовка культурологов здесь да и поэтому вот может быть ну конечно в москве есть неплохие культурологические программы я не могу не отметить программу который уже давно руководит только николаевна астафьева она же наш коллега на наши вот в академии народного хозяйства и государственной службы при президенте рф программа анна владимировна костина и в институте культуры совершенно замечательно вот так что конечно мы же можем москве у нас этот опыт да да москве у нас есть конкуренты но постольку во сколько мы не в москве мы в общем всех этих коллег и костину и оставь его и малыгину всех как бы лидеров от культурологического образования московского привлекаем для работы у нас и они значит с удовольствием с нами сотрудничают если мы были москве может быть была бы ситуация посложнее да но тут вот как раз это не просто конкуренция это еще и коллаборации скажите какие вот еще ну где места практик и как же вот мы планируем может быть привлекать каким-то научным проектом уже наших студентов но не на первом курсе понятно да вот ведь у культурологического общества много мероприятий всяких проходит да ну во первых сама культурологическое общество это огромный такой всероссийский проект 54 уже отделения разных субъект российской федерации мы планируем и в делах по культуре госучреждениях это делать учреждения госуправления и с музеями активно взаимодействовать и со средствами массовой информации конечно сейчас ассоциации подписаны договоры вот ассоциация там ну разная журналистика и там архитектуры и музыка так что база практику на самые широкие и мы действительно будем формировать широкий комплекс различных навыков в ходе этих практик включая в том числе кстати педагогическую практику потому что но я знаю что многие может могут потом в школе оказаться тоже привлекает сегодня выпускников ну научная работа тоже у нас очень много конференций вы можете это видеть по нашему сайту и в том числе не только для взрослых для детей как говорится так что студенты не просто могут обязаны участвовать и в заключении может быть такой вопрос если какая-то специфика на очной и заочной формах по бакалавриату ну кроме традиционных вещей что ученики вот они здесь заочники они вот приезжают приходят вот конкретно по вашей программе общие вещи нам и так понятны но заочники к нам приходят уже в какой-то степени как правило подготовленные поэтому часто из этих структур вот приходит практик это собственно их работа место работы да поэтому здесь мы большей степени хотели бы подтянуть как раз какие-то теоретические вещи которых не хватает может быть нашим коллегам потому что практики у них и так достаточно а вот современная теория значит современные знания в области культурологии которые особенно вот активно развиваются как раз той области о которой мы говорим то есть это культурный проект и культурной индустрии вот этого как раз как правило не хватает коллегам которые приходят к нам вот уже имея работу в соответствующей сфере ну и в завершении надо сказать что когда находится в самом сердце санкт-петербурга тут сам поход ваш например если вы будете тянул не знаю от дома в корм музей квартиры зощенко по направлению кахматовой это уже экскурсия и в принципе вот так такие штатные положенные в рамках учебные программы и внештатные экскурсии конечно будут важнейшим компонентом вашего обучения и может быть вы сами подготовите в рамках этих индустрий определенную экскурсию например по философскому петербургу потому что вот владимир соловьев читал свои лекции о богочеловечестве вот тут недалеко тоже опять жил николай бердяев константин леонтьев бродил вот напротив то просто не было рхг по набережной фонтанке обсуждал почему средний евро и является орудием всемирного разрушения ну и я уж не говорю о поэтах и писателях и бродский ахматова то есть это что называется самое гнездо для подготовки квалифицированных культурологов вы согласны или даже условно и у нас даже курс такой предусмотрен по такой культурологической музеологии и экскурсионной деятельности так что ждем вас в рхга приходите не пожалеете